В 83-м году вы стали солистом Чечено-Ингушской филармонии. Вы подружились с Махмудом Осамбаевым, я знаю, замечательным человеком. Я с ним общался немножко. И скажите, пожалуйста, вам на Кавказе, на Северном Кавказе, в Чечне, хорошо жилось тогда? Я могу сказать, что, наверное, мало людей, мало людей, ну, наверное, я имею в виду, прежде всего, свою профессию, которые бы настолько знали чеченскую жизнь, как вы, как я. Я много раз там бывал, я там работал в филармонии с 83-го по 86-й год. Ну, прелесть. Три года. Знаете, когда мне присвоили звание заслуженного артиста Чеченгурской СССР, значит, во многих газетах появились издевательские статьи такие. И вот он туда приехал, получил звание, увез там. Они совсем не забыли о том, что я там три года отработал. Три года. Я очень подружился с Магодом Исабаемым. Что я могу сказать об этом человеке? Это замечательный человек гордости чеченского народа. Исключительной доброты человек. Исключительной. Вы знаете, он, по-моему, с Колыбели был депутатом Верховного Совета. С Колыбели. Сколько я знаю, он всегда был депутатом Верховного Совета. СССР. Российской Федерации. Он жил в скромной квартирке на самом последнем этаже в такой многоэтажке возле Белорусского вокзала. У него была однокомнатная квартирка там. Двери не закрывались. Двери не закрывались. Он сидел на диване. У него такой был диван широкий. Он сидел, подложил вот так ноги в папахе. И каждый час к нему приходили гости. У него был повар, который не отрывался от плиты. С утра до вечера он варил, жарил там что-то такое. И приходили разные люди. И все время их угощали. И все время угощали. Я там часто бывал, приходил к нему, он был очень своеобразный человек. Души и доброты невероятные. У него слова нет не было. Вот все приходили к нему с просьбой. Помоги с квартирой, помоги с работой, помоги со здоровьем. Хорошо, хорошо. И все выполнялось.